В начале нулевых здесь был ресторан. Теперь корабль, ставший своеобразной ивановской достопримечательностью, пришел в запустение. Краска облупилась, а внешний вид оставляет желать лучшего. В Ивановскую мэрию неоднократно поступали просьбы от горожан убрать конструкцию из центра города. Корабль возле театрального моста задумывался, как ресторан на воде. Однако, по неизвестным причинам, бизнес не пошел. Кафе закрылось, а судно осталось. Последние 10 лет за ним никто не следил. Борта заржавели, а деревянная палуба начала гнить. Заброшенный корабль, мягко говоря, портил благоустроенный центр города. Наконец, администрация договорилась с собственником о демонтаже аварийной конструкции. Правильно делаю, демонтирую. То есть, вы думаете, что он портит внешний вид города? Он представляет опасность. Какая опасность? Ну, там постоянно кто-то ходит, кто-то лазит, дети. Зачем это нужно? Замечательная история. Просто замечательно. Он портит вид города. Это достопримечательность или нет? Нет. То есть, что вы думаете по поводу демонтажа? Ну, это мусор. Все хорошо, что его уберут с этого красивого места. Видимо, привезти плавсредство в соответствии с общим обликом городского пространства дороже, чем вовсе убрать его. Сейчас рабочие постепенно разбирают корабль, распиливают его на металлолом. Для гостей из Костромы первый раз вижу корабль. Ну, на первый взгляд, вид-то, конечно, он не очень создает, если честно. Лучше его оставить? Да, как же. А почему оставить? Потому что красиво. Не знаю, если, конечно, его ремонтируют, там все сделают, нормально, красиво будет. Когда здесь был ресторан, это, да, допустим, что-то было приятное, а когда это все бросили, это очень неприятно. За то время, что экс-ресторан стоял в самом центре, многие успели к нему привыкнуть. Он запечатлен на одной из самых узнаваемых фотографий города. Увадь, набережная, красная звезда и корабль. Последний через неделю-другую уйдет в историю. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.